Ребята, всем привет! Меня зовут Кристина Рогозина и это мой канал CareMotion. Мне хотелось снять блог на тему поддержки, эту тему я задумала давно, но чем больше я не думала, тема становилась непонятнее и углублялась, поэтому в сегодняшнем видео мы пойдем с вами на море, поедем на водопады в соседний штат, ну и я немножко все же озвучу эту мою тему поддержки. Это последние мунсунные дни, уже погода становится сезонной, солнце, дождей практически нет, море тоже меняется, людей становится больше, именно индийских туристов, потому что международные границы до сих пор закрыты, поэтому это последние деньки, когда можно застать пляж настолько свободным, когда никого не будет. Кстати, здешнюю большую воду можно называть морем и океаном одновременно, потому что это Аравийское море, которое является частью Индийского океана, и, соответственно, с нашей стороны, где находится Гоа, это юго-западная часть Индии, она омывается морем. Да, старт. Мы пришли отснять задумку Ниппуна. И я, конечно, потанцевала. Ниппун соединил наше видео на индийскую песню, и вы можете посмотреть полное видео на нашем канале, а здесь только кусочек. Я надеюсь, что вам понравилось побывать с нами на берегу, а сейчас тема поддержки. Окунувшись больше в мир онлайн, я стала больше изучать статистику, смотреть какие-то моменты, то есть, когда приходят новые люди подписываются, когда кто-то уходит, отписывается. Эта тема для меня стала крайне интересной. Я увидела, что есть какие-то старые знакомые, с которыми мы вместе танцевали или как-то связаны нашей общей деятельностью. Я увидела, что эти люди отписываются от меня в тот момент, когда моя деятельность стала более активной. Я сначала расстроилась и начала думать, а почему так происходит? Потому что я никогда особо серьезно не относилась к самопромоушену. У меня всегда была с этим проблема, как у многих творческих людей. И я пошла более глубоко, стала изучать этот вопрос, слушала лекции психологов. Эта тема очень близко связана с умениями радоваться за успехи других людей, с умением увидеть лучшее в человеке, лучшее в том, что он делает. Для меня что такое успехи другого человека? Это открытие новых возможностей. Когда у другого человека что-то получается, это же очень классно, это мотивирует, это дает энергию созидательную, позитивную. Иногда нам кажется, что мы имеем полное право критиковать других людей, но критика бывает разная. Есть от сердца с любовью конструктивная. Есть та, которая скрывает какие-то внутренние негативные моменты, такие как зависть, злость, неприятие чужого мнения. Периодически я встречаю людей, которые говорят плохо про своих коллег, про людей, которые работают в том же направлении. И заведомо ты думаешь то что, а вдруг этот человек и про тебя говорит подобное. Поэтому одно из правил, которого я стараюсь придерживаться, никогда не говори плохо о чужом продукте, о чужой реализации. Умея радоваться за других. Второй момент, который я осознала, не нужно быть зависимым от чужих реакций и чужого мнения. То есть да, когда я получаю поддержку, я безумно счастлива, я рада, я готова каждого разобнимать, расцеловать. У меня такой взлет нереальный, вдохновение. И я чувствую такую благодарность, даже не знаю как это выразить в словах. Соответственно, я прочувствовала обратную реакцию, когда увидела отписавшихся людей. Я поняла, что у меня есть нездоровая зависимость от поддержки. И не важно, что большую часть жизни я всегда думала, что я такая независимая, уверенная в себе. За последние годы я стала видеть обратное. И вот сейчас я снова столкнулась с этим. Я зависима. Я зависима. Сейчас я просто передаю основную мысль своими словами и ни в коем случае не претендую на экспертность. Человек всегда жил в племенных общинах. И у нас глубоко на подкорке остались эти законы племени, когда решение принимается на основе племенного мнения. Собственно, на этом построен весь маркетинг, вся реклама. Плюс тот фактор, чтобы вырастить здорового самостоятельного человека, в детстве нужна нереальная поддержка от родителей. Конечно, большинство из нас не имело этой поддержки в наших желаниях, в наших стремлениях. Родители всегда хотят лучшего для детей, но опускается тот момент, что только человек сам знает, что лучше для него. Постоянное сомнение в своих силах, неуверенность переносится потом на взрослую жизнь. И, как говорят психологи, отсюда идет откладывание дел, прокрастинация и отсутствие самореализации. И постоянное желание получить одобрение извне. Правило номер два, о котором я задумалась и теперь стараюсь руководствоваться им. Быть оценщиком самому себе. Обращать внимание на позитивные стороны, на поддержку других людей, комплименты, на то, что дает энергию для созидания. И не реагировать на негатив. Правило номер три. Сфокусироваться на создание и трансляцию, а не на потребление. Недавно мы посмотрели такой интересный документальный фильм «Социальная дилемма». Где работники таких известных корпораций, как Google, Facebook, рассказывают про обратную сторону всего онлайн-механизма. О том, как рассчитываются все наши психологические моменты, чтобы заставлять человека потреблять больше. И, конечно, это легко заметить, когда мы попадаем в интернетовскую воронку. Наше внимание захватывается то одним, то другим. А потом задумываешься о том, как прошел твой день. И понимаешь, что, собственно, ты ничего особенного не сделал сегодня. Соответственно, для себя я вижу только один выход сейчас. Это фокусироваться на воплощении своих идей, своих замыслов и меньше быть потребителем. Ребята, серьезно, у нас есть наша жизнь, которую мы можем распределить на интересные, классные вещи, на то, что сделает наш мир, нашу планету лучше. Так почему мы так много времени просто сливаем в пустую, неосознанно абсолютно. У меня реально появилось желание сделать свой авторский танцевальный курс. Я пока не совсем понимаю, как именно это должно выглядеть и что именно должно там быть. Возможно, вы сможете подсказать мне более конкретное направление. Если напишите, что вам интересно о танцах и что бы вы хотели изучать и какой результат получить, пишите в комментариях. Вообще, этот период довольно нестабильный, энергетический и постоянно качают то вверх, то вниз. И иногда кажется, что поймал баланс, но через какое-то время видишь, что он довольно иллюзорный. Я знаю, что у многих людей из моего окружения такие непростые времена моральные. Наверняка это как-то связано с общей энергией планеты и с событиями, которые происходят сейчас во всем мире. Как я поняла для себя, чтобы полегче справляться с такими моментами, нужно разряжать обстановку и куда-то выезжать. Например, мы с Ниппуном съездили всего на один день в соседний штат на водопады. Это было как огромное путешествие для меня. Оно настолько обнулило энергетически, освежило и напомнило мне, как важно вообще вырываться из своего рутинного круга, куда-то выехать за город, на природу. Это реально помогает бесповоротно. А сейчас я беру вас с нами в наше небольшое красивое путешествие. И я надеюсь, что оно вас вдохновит и подарит вам хорошее настроение. И сразу хочу сказать спасибо за просмотр этого видео. Я вижу, что постепенно нас становится чуть-чуть больше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте. Я хочу чувствовать наше взаимодействие и давайте поддерживать друг друга. Еще раз спасибо моим друзьям, моим близким людям, моей семье, которые рады за меня. Я вас очень сильно благодарю и люблю. Мы встали в 6 утра, чтобы выехать пораньше. Парень, ты почему домой не идешь никак? Но выехали поздно. В дороге случилась история с детенышем обезьянки Лангур. Вы можете посмотреть все видео на нашем канале про пушистов. Ссылка будет внизу и здесь, на экране. Мы едем на водопады Амболи, которые находятся в соседнем штате Отгоа, Махарашта. Чем выше мы поднимаемся, тем больше воды становится и невероятные виды открываются. Такое волшебное счастье встречаться с проявлениями природы, с ее стихиями, обитателями, с ее красотой. Это главный водопад Амболи. Он невероятно красивый, но находится прямо на дороге. И там мы встретили людей, которых практически не было нигде. Итак, что у нас есть для вечера? У нас есть беда, песто-соса, пинад-барта, томаты, сэндвич. После мы посетили один старинный хинду храм. Я вычитала, что главные красоты находятся еще дальше от водопада. И мы решили подниматься выше. Устроили еще один привал в таком домике. Сидеть больше часа на скутере довольно утомительно. Видео против солнца не вышло, конечно. Мало людей. Мы прям себя чувствуем путешественниками. Вот и наша главная цель. Привет, мамки. Едите опять. Камера не передает масштабов и этого волшебного чувства свободы. Мне совсем не хотелось уезжать оттуда. Эй, малыш. Хватит жевать пакет. К сожалению, вопрос с мусором в Индии стоит очень остро. И только мы, люди, сможем решить это. И начать нужно с себя. Всемิч bisschen мese real. Это нужно с этим нам д Stellenтоом. Ты понимаешь в меня вперед. Эй, высокихدم и техник. Бливерünüz это любит мне вely. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok